МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! Как-то незаметно, но уже наступила середина сентября. Вегетационный период у большинства культур закончился, но не закончился, смею напомнить, дачный сезон 2012 года. Мы продолжаем работать на наших участках. А какие виды работ необходимо сделать в ближайшие дни, об этом я сейчас расскажу подробнее. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прежде всего, заглянем в наши теплицы. Великолепная солнечная погода в последние дни способствует тому, что урожай у нас спеет или созревает прямо на корню. Ну вот, обратите внимание, томат. Здесь разные сорта гибриды. Видите, красные. Но больше всего мне понравилось, конечно, я уже об этом говорил, гибрид малиновый изон. У него действительно цвет такой малиновый. Но поскольку здесь в теплице я никаких химических препаратов не применял, можно сказать, что это органический томат. Вкус великолепный. Если снаружи сейчас 22 градуса, то здесь, судя по всему, где-то 26-27. Так что погода очень благоприятная для созревания томата на корню. Чтобы получить более вкусные плоды, ну, не торопитесь. Снимайте их уже покрасневшими или пожелтевшими, в зависимости от сорта. Что же касается перца сладкого. Долгое время стоял зеленый, но подошло вот период оптимальный для созревания. И тоже он спеет на корню. Ну, причем все гибриды, сорта. Вот китайский, красный, например. Огромный перец для фаршировки пойдет. Или вот желтый, китайский. Прекрасный, просто получаем полуфабрикат для, ну, для приготовления леча, прежде всего. Когда мы используем цветные перцы. Ну, в ближайшее время что мы делаем? По-прежнему поливаем. Но советую подогревать воду. Ну, или в бочках она подогревается к вечеру на солнце. Но холодной водой, конечно, нежелательно. И благодаря такой погоде, а прогноз вроде бы неплохой на ближайшую неделю, думаю, что мы еще, наверное, даже в этой простой теплице, числа до 20 сентября будем собирать урожай. А если повезет, то и значительно позже. Вредители и болезни, если они даже есть, сейчас уже никто с ними не борется. Вот когда мы с вами соберем урожай, тогда обязательно проведем дезинфекцию. Итак, уважаемые телезрители, наиболее активно в эти дни работаем в наших теплицах. Уважаемые овощеводы, парник в этом сезоне, как говорится, свое отработал. И мы должны уже начать готовить его к следующему сезону. Ну, а для этого, как я и говорил, мы очистили его от остатков огуречной ботвы. Ботву все сожгли, поскольку она является источником многих заболеваний. И дальше выкидываем содержимое биотоплива, так называемое, бывшее, а сейчас перегной, где-то на соседние гряды. Ну, советую каркас парника полностью освободить именно сейчас, потому что оставлять его на зиму – это неправильно. Он замерзает, потом весной долго оттаивает, и из-за этого у нас подготовка весенняя парника и посев огурца будет задерживаться. Ну, обычными вилами выкидываем этот перегной. Но в это лето было не такое жаркое, что даже видно по большому количеству не перегнивших органики, то есть навоза. Ну, что делать? В принципе, это тоже удобрение, а можно вот и сейчас, осенью или весной, например, после сортировки через кроватную сетку обыкновенную, снова обратно в каркас вот эту неперегнившую часть закинуть. Но лично я хочу выкинуть на своем участке весь перегной, отремонтировать парник и потом уже начать, ну, как бы его закладку. Так что в ближайшие дни, пока он теплый еще, очищаем полностью парник. Ну, и, в принципе, можно каркас парника продезинфицировать той же хлорной известью, раствором березны, ну, или какого-то другого дезинфицирующего средства. Итак, в эту субботу-воскресенье освобождаем каркас парника от перегноя. Капуста. Белая качанная, красная качанная, цветная. Это единственная культура овощная, которая практически на сегодня требует еще тщательного полива. Хотя мы с вами и морковь, и свеклу, в общем-то, поливаем, но капуста требует большего значительного полива. Хотя в настоящее время белокачанная капуста, гибрид атрио, кочаны уже сформировались, так, и дальше уже налива не будет. Ну, масса одного кочана, я думаю, ну, 5-6 килограммов. Голландская капуста, в отличие от наших сортов слава, слава 231 грибовская или слава 1305, не растрескается. Вот в чем ее преимущество. Вот, поэтому советую вам, ну, в общем-то, до того, чтобы кочаны в хорошем состоянии еще долго стояли, надорвать корневую систему. Можете чуть надорвать и таким образом оставить на грядке. Но, к сожалению, вот голландский гибрид Краутман выглядит похуже. Вот, 18 июня, который мы высадили, но я считаю, что опыт этот не совсем удачный. Мне не понравился. То есть, Краутман нужно где-то на несколько дней раньше высаживать. Цветная капуста, поздняя, вот она уже вызвала, но дальше держать на грядке смысла нет, потому что она начинает грубеть и потеряет свои пищевые вкусовые качества. Здесь просто нужно ее срезать и хранить где-то в подвале, ну, лучше, наверное, в холодильнике и скушать. Хотя, вообще, поздняя цветная капуста, она прекрасна для каких-то осенних, зимних заготовок. И, наконец, краснокочанная поздняя, типа осеннего гиганта. Ну, кочаны тоже наливаются, как правило, они у нее не очень крупные, но до двух килограммов. Ну, это вполне нормально, потому что гигантские кочаны 5 килограммов, краснокочанной капусты просто, ну, нерационально использовать. Она, как известно, не квасится и используется в основном для салатных целей. Ну, и, к сожалению, у капусты бывают болезни. Вот сосудистый бактериоз нашел, но это давно на нашем участке, такого не было явления. Ну, кочан, конечно, надо удалить сейчас сразу. Его, кстати, можно вычистить и использовать в пищу. А вот листья желательно от этого растения вместе с корневой системой просто сжечь на участке. Ну, если в целом сказать по всем видам капусты, то сейчас главный уход за ней в этот осенний период – это полив. Причем дозы полива должны быть значительно меньше, чем летом. В конце августа, начале сентября мы в Забайкале с вами убрали лук, репчатый, чеснок. И тогда я говорил, что очень важно качественно просушить. К счастью, вот такая солнечная погода способствовала этому, поэтому за счет солнечной радиации, мне кажется, мы прекрасно высушили лук и чеснок. Ну, как проверить, что луковицы готовы к хранению? Конечно, можно это визуально сделать, а лучше применить старинный способ. Вот, например, берете луковицу и проверяете. Нажатием пальцев здесь должно быть такой шелест. Все, здесь у нас стебель высох, значит, луковицы готовы к хранению. Еще раз напоминаю, чем больше чешуй на луковице, тем дольше она будет храниться. Поэтому вот такую луковицу можно заложить на дальнее хранение. А вот, например, вот эту луковицу без единой чешуи лучше использовать в пищу сразу. Ну, или для приготовления полуфабрикатов в ближайшее время. Это что касается лука репчатого, штутга, тризан, алина, или вот кармен мы вырастили, красный лук, который мы выращивали с вами через сего. Ну, знаменитый лук, как Сибишин, он сушится очень долго. Вот такие гигантские луковицы особенно. Ну, вот как пример, вот эта луковица. Здесь, я считаю, высохла стебель, поэтому мы срезаем его. Ну, еще немножко видно по срезу, что надо сушить, досушиваем в таком состоянии. Ну, вот эти луковицы срезать рано, нужно еще сушить. Пока погода позволяет, используйте солнечные дни. Но советую всегда закрывать на ночь, значит, и лук, и чеснок утепляющим материалом, чтобы, ну, постоянно его не перемещать с открытого воздуха там в помещение. Наконец, чеснок семенной у нас в косых таких плетенках практически уже высох. И вот буквально еще, может быть, день-два, и мы его спустим на хранение в подполье. Чеснок продовольственный, это, как правило, более мелкие луковицы. Но тоже уже, видите, проверяем опять же таким образом, но немножко чувствуется здесь какая-то влажность. Так что досушивать надо. И я думаю, что в ближайшие дни мы закончим сушку и лука, и чеснока. Это, конечно, остатки у нас урожая, основная часть уже заложена на хранение. И я думаю, будет прекрасно сохраняться. И фактически, ну, до следующего года чеснока нам однозначно на участке хватит своего. Также и лука репчатого. Хочу напомнить, что лук репчатый мы, например, в нашей семье уже не покупаем 7 лет. Полностью себя обеспечиваем. Причем разными салатным луком и луком для приготовления блюд. И я думаю, каждая семья в Забайкале, которая имеет свой участок, должна сделать то же самое. К сожалению, у меня нет уверенности, что тот лук, который мы традиционно осенью покупаем, или китайского, или чаще среднеазиатского производства, он является высокого качества. Свой лук гораздо надежнее. Пол, потолок, двери и стены. В «Домашнем мастере» классные цены. Кабина душевая с высоким потоном 11995. Панель пластиковая 145 рублей. «Домашний мастер». Проспект автомобилистов 8. Свежие овощи в любое время года. В торговых центрах «Абсолют». Лук «Казахстан» 18 рублей. Картофель «Бурятия» всего 11 рублей за килограмм. Низкие цены и богатство витаминов в торговых центрах «Абсолют». В садовом центре «Садем» на Кирово-19 сезонная распродажа. Семена со скидкой 50%. Новое поступление средств защиты, удобрений и многое другое со скидкой 20%. Экономные покупают сейчас. Небывалый ажиотаж охватил жителей нашего города. Вы можете сказать, что произошло? Без предварительного взноса, 0% переплаты, 5 месяцев рассрочек. В хозяине все честно. В хозяине цены всегда ниже. Магазин «Техноцентр». Официальный дилер компаний «Штиль» и «Викинг». Рынок «Стройтерминал», проспект «Автомобилистов-4А». «Штиль» – помощник номер один. Компания «Кристофер» представляет все самое необходимое для сада вашей мечты от «Керхер». Две недели назад, уважаемые телезрители, я уже говорил, что если вы чувствуете, что почва заражена, выраженность растений, любых, не только овощных, но и цветочных, например, культур, снижается ежегодно. Болезни увеличились, появился проволочник в большом количестве, возможно, даже нематода, то почву лучше продезинфицировать. Я говорил, что вот именно сейчас, пока почва теплая, самый радикальный способ – это применение хлорной извести. Но примерно 120-150 граммов на квадратный метр с последующей перекопкой. Ну, как выясняется, хлорная известь не везде продается в Улан-Удэе, в Чите. Видимо, достать ее достаточно сложно, но кто может, конечно, лучше применить этот радикальный способ. Ну, конечно, менее эффективный, но тоже доступный, более доступный способ – это применение извести, негашенной извести с медленным купоросом. Когда-то, в 80-е годы, я испытывал это, в принципе, неплохой результат получился. Ну, в настоящее время в продаже есть мука известковая, доломитовая, так? Вот, в одном виде ее чистом нельзя применять. Она применяется в основном на кислых почвах. А вот если смешать с медным купоросом, то получается такая двухкомпонентная дезинфицирующая смесь. Вот, ее можно рассыпать также по грядке и перекопать. Именно сейчас пока почва теплая. Ну, дозы. Я думаю, что вот пакетики 100 граммов медного купороса, и отсюда 100 граммов берем муки известковой, смешиваем один к одному, получается на один квадратный метр. В частности, вот на этой небольшой грядке я посчитал, нужно два пакета медного купороса и 200 грамм этой известковой муки. Перемешиваю и хочу обработать. Ну, хлорные известия я пока не приобрел, но думаю, что вот этот вариант, совместное применение медного купороса с известковой мукой, заменит в определенной степени и по эффективности не будет уступать хлорке. Ну, как известно, мы на участках своих много чего и цветочник культуры выращиваем. В целом, я думаю, что сезон был неплохой. И вот такая культура, как георгин, на мой взгляд, является индикатором сильных заморозков. Вот в настоящее время, на 12 сентября, лис еще зеленый, не побитый морозом, поэтому я считаю, что на нашем участке заморозка нет. Как только он почернеет, заморозок действительно был. Давайте договоримся, что в Забайкале вот именно эта цветочная культура георгин является индикатором. И, кстати, вот очень показательный опыт, когда при недостатке цвета георгин тянется вверх, и вот вырастает. Если бы это было открытое пространство, он бы, куст у него был раскидистый и невысокий. Ну, а другие культуры в этом цветнике сальвия. И впервые мы испытываем на участке люпин многолетний. Ну, люпин – это растение семейства бобовых, в диком виде цветет, я видел, в европейских странах, в частности, в Швеции, даже на дорогах, как сорняк. Но вот декоративный люпин, мы его не на бобы выращиваем. Вот, кстати, плоды образовались, а именно как цветочную культуру. Рассветок несколько, ну, примерно пять я насчитал. Ну, красиво, очень украшает цветник ваш. Но единственная проблема – будет ли он у нас зимовать? Потому что в той же Швеции там выпадает, может быть, 60-70 сантиметров снега. Ну, как вариант, конечно, когда зимой мы убираем снег в ограде, или с крыши, допустим, мы можем сюда его накинуть и закрыть снегом. И тогда посмотрим. Ну, и еще один эксперимент мы провели в этом сезоне на участке. Ну, помимо декоративной оградки, применили разные садовые фонари. Ну, вот, особенно мне понравились садовые фонари российского производства. Горят до сих пор, но и по инструкции там написано, что они используются до минус 30 градусов. Но я думаю, что в зимнее время они не пригодятся нам, мы их, наверное, спустим на хранение. Ну, а так, в целом, цветник на участке нужен обязательно. И причем желательно, чтобы он был где-то у хода. И в конце сезона, уважаемые телезрители, появляются новые сорта, новые приспособления, орудия, которые мы можем использовать на своих участках. Если не в этом году, то в следующем. Ну, в частности, сорт озимого чеснока подмосковный. Ну, судя по названию, ясно, что он пришел к нам из Московской области, где очень мягкие условия зимовки. Но, тем не менее, я все-таки решил попробовать его испытать и посадить буквально на несколько луковиц и утеплить с помощью снега. Там, где в Забайкале у нас снега накапливается достаточно много, я думаю, там проблем с зимовкой, а зимового чеснока не будет. Ну, почему бы не попробовать и наряду с яровым чесноком с нашим знаменитым мушибирским местным выращивать и озимый чеснок сорта подмосковный. Ну, осенью, как вы знаете, все равно температурный режим ниже и требуется другая обувь. В этом году я немало показывал в рубрике «Новинка сезона обуви», но вот эту обувь показываю впервые, потому что она специально утепленная, также не резиновая, пластиковая. Думаю, что в сентябре, в октябре в этой обуви работать будет очень комфортно. Ну, и в этом году дождливая погода способствовала размножению, причем очень активному размножению комаров, да и мошка у нас на участках имеется. Особенно это мы чувствуем, когда убираем картофель, в ботве она там прячется. И вот впервые у нас в продаже появилась свеча ароматическая антимоскитная с запахом эвкалипта. Достаточно ее поджечь, разместить на расстоянии от человека примерно метр, ну а дальше будем ждать хорошего эффекта. Ну, эти новинки сезона вы можете приобрести у нашего постоянного партнера в магазине «Садем» в городе Улан-Удэ. Ну, я надеюсь, что и в Чите аналогичные уже имеются в продаже. Итак, уважаемые садоводы и огородники, я прекрасно понимаю, что все мы устали к концу сезона, но все-таки не забываем, что на наших участках еще работы достаточно много. Советую вам ее сделать в хорошем настроении, тем более погода этому способствует. И, наконец, в ближайшую субботу, воскресенье, я считаю, необходимо убрать наш второй хлеб – картофель. Всего доброго, до встречи на следующей неделе. Пол, потолок, двери и стены. В «Домашнем мастере» классные цены. Дверь межкомнатная – 725 рублей. Фанера 6 миллиметров – 345 рублей. «Домашний мастер». Проспект автомобилистов 8. Это Валентина Васильевна, а это Галина Ксенофондовна. И часто спорят... А я первая. Но обе они уверены в том, что все, что нужно для сада и огорода, можно найти только в магазине «Сад М». Небывалый ажиотаж охватил жителей нашего города. Вы можете сказать, что произошло? Без предварительного взноса, 0% переплаты, 5 месяцев рассрочек. В хозяине все честно. В хозяине цены всегда ниже. Сочные, душистые фрукты из Узбекистана. В торговых центрах «Абсолют». Сливы от 77 рублей. Нектарины, персики от 99 рублей за килограмм. Низкие цены и богатства витаминов в торговых центрах «Абсолют». Компания «Кристофер» представляет все самое необходимое для сада вашей мечты от «Керхер». Субтитры создавал DimaTorzok